Кольца Мелких колец Уран имеет 13 колец Нептун 5 колец У Юпитера всего 4 кольца Может показаться, что кольца и планеты это единое небесное тело Но на самом деле это не так Кольца состоят из миллиардов частиц, которые вращаются по окружности Ее частицы отражают свет намного больше, чем сами планеты В их состав может входить миллиарды отдельных фрагментов Такие как космическая пыль Обычно она составляет 80-90% всей массы колец Смершиеся до состояния льда газ и обломки астероидов Причем такие камешки могут быть как крошечными длиной в несколько метров Так и гигантскими, достигшими нескольких сотен километров Большим потоком, двигаясь, не соприкасаясь друг с другом Свободно летят на огромной скорости вокруг планеты Между крупными астероидами расстояние, как правило, колеблется От нескольких десятков до несколько тысяч километров А пространство между ними заполнено также быстро двигающейся мелкой пылью и льдом Существует много теорий касательно происхождения колец Наиболее вероятными принято считать две из них Согласно первый спутник планеты, подвергаясь чудовищной гравитации, раскалывается Образуя материал для формирования колец По другой версии, кольца не что иное, как остатки материи со времен возникновения планеты А что мы знаем о планетах-гигантах с кольцами вне Солнечной системы? Мы знаем, что они есть Более того, они очень сильно должны отличаться от традиционных планет-гигантов с кольцами в нашей системе Представляем вашему вниманию экзопланету 1С ВАСП J1407b Это холодный Юпитер, масса которого равняется 20 массам Юпитера Экзопланета была открыта в 2012 году транзитным методом с помощью наземного роботизированного телескопа СуперВАСП Этот метод основан на фиксировании снижения яркости звезды при прохождении планеты на ее фоне Объектом изучения была звезда-субгигант солнечной массы из созвездия Центавра, удаленная от Земли на 434 световых года Орбитальный период 3725 земных дней Это первая планета вне Солнечной системы, у которой обнаружены кольца, а также крупнейшие из кольцевых систем, известных на данный момент У кривых блеска звезды этой планеты, то есть функции изменения блеска астрономического объекта во времени, есть одна странность Обычно при затмении звезды планеты наблюдается разовое пиковое снижение яркости Но в этом случае имелось множество меньших вторичных снижений яркости по обе стороны от основного Удивительная была и сама длительность транзита – 56 суток вместо нескольких часов, как это обычно бывает у экзопланет И это было чрезвычайно необычно Причина оказалась очень весомой Посмотрите на эту картинку Здесь кольца показаны красным цветом Зеленая линия показывает путь и диаметр самой звезды Серые кольца обозначают области, где фотометрические данные не ограничивают модель Нижний график показывает кривую блеска передаваемой модели Красные точки – это измеренный поток излучения от звезды в оптическом диапазоне Объясняется это тем, что у планеты структуры колец наклонены к плоскости вращения по орбите Необычность и сложность кривой блеска, а также длительность транзита не удается объяснить наличием других тел в системе Активностью звезды или наличием пылевого диска звезды И тем не менее, феномен огромных колец был подтвержден Были сделаны выводы Система колец должна обладать множеством особенностей Во-первых, быть достаточно плотной и непрозрачной Во-вторых, иметь наклон к плоскости вращения по орбите вокруг звезды и к наблюдателю на Земле В-третьих, быть достаточно большой, чтобы можно было отделить структуру колец от планеты и при этом затмевать звезду настолько, чтобы телескоп мог зафиксировать снижение яркости А теперь обратим внимание на гигантский диаметр колец Оно составляет почти 120 миллионов километров Что более чем в 200 раз превышает диаметр системы Сатурна Исходя из положения пиков на кривой блеска и времени покрытия, можно попытаться воссоздать структуру и оценить параметры кольцевой системы Согласно первому проведенному анализу, экзопланета 1С ВАСП имеет как минимум 4 кольца, разделенные пустотами Их назвали так – Рочестер, Сазерленд, Кампанас и Тололо Может показаться, что название выдумал я, но нет Их назвали в честь обсерватории, где впервые получили и анализировали данные об этой системе Последующие исследования показали, что кольцевая система может состоять из более чем 30 колец Внешний радиус последнего зафиксированного кольца – около 90 миллионов километров Что в 640 раз больше радиуса видимой части колец Сатурна и сравнимо с расстоянием от Венеры до Солнца Удивительно и то, что размер значительно большей сферы действия тяготения планеты Интересен и тот факт, что система колец не выходит за области, где планета за счет инерции способна удерживать свои спутники Но занимает значительную ее часть Это значит, что крайние частицы колец испытывают в несколько раз более сильное притяжение звезды, чем у планеты И возникает вопрос об устойчивости и динамике такого образования При сближении планеты и звезды возможно даже истечение вещества из диска кольца Также весьма интересны причины возникновения наклона кольца к плоскости вращения по орбите Если бы не этот наклон, открытие вообще бы не произошло Существует несколько моделей, которые объясняют такой наклон для планет Солнечной системы – Урана, Нептуна и Сатурна Но для такой крупной экзопланеты, как 1С ВАСП, эти модели требуют серьезных теоретических доработок Само собой напрашивается вопрос, возможно ли наличие спутников на этом экзосатурне? Скорее всего, да На расстоянии в 61 миллион километров, это примерно как от Меркурия до Солнца, имеется крупный разрыв Одно очевидное объяснение этому – формирование спутника в этом участке, который забрал весь строительный материал и сделал промежуток в кольцах Его масса может лежать в пределах масс Земли или Марса А его орбитальный период вокруг планеты составляет около двух лет Предполагается, что в последующие несколько миллионов лет кольца из-за формирования новых спутников станут менее плотными и в конечном счете исчезнут Как же появилась столь крупная система колец? Мы не знаем Но эта экзопланета – отличный показатель того, как в течение многих сотен лет формировались кольцевые системы Юпитера и Сатурна на ранних стадиях своей жизни Мы будем следить за новыми открытиями и обязательно вам о них расскажем Впрочем, делайте это вместе с нами в нашей группе ВКонтакте Где вы также найдете множество интересных новостей, фотографий, музыки и другого сверхкосмического контента Так что ждем вас! Всем приятных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok